Приветствую зрителей и подписчиков моего канала, это канал Alex and Play, мы продолжаем играть в мод Казердокс, Казерейх Экспэншн, сабмодом Нейшн о Йоропе, за национальное рабочее французское государство, за Марселя Бюкара, все как обычно, за франциспот, за тоталистов францистов, вот, и в прошлой серии мы успешно разгромили германскую империю, и рейспакт тоже мы полностью разгромили. Ну а с германскими Талиафрикой, колониями немцев мы заключили перемирие, ну потому что я не очень хочу влезать в Африку, не очень хочу влезать в Африку, ну и мы тем самым даже спасли Россию на самом-то деле, потому что она уже была на грани капитуляции, но мы разгромили немцев. Ну в итоге четвертый интернационал, хотя он не является на самом деле таковым, потому что там не левый социал-либерал, но хотя манжевиков тоже много, так что в принципе нет, можно называть четвертый интернационал, в принципе оправдывать свое название. Ну и сейчас они, ну и заключил я еще мир со Швецией, Финляндией, ну Финляндия вообще подписала мир с Россией и в итоге, ну отдала естественно территорию Карелию, тут и прочее, но осталась независимой, осталась королевством Вильна. Война первая сохранил власть, ну там социал-либералы, поэтому у власти, поэтому Финляндия решила просто победить Швецию вместе с Россией. Вот, ну в общем Россия ведет сейчас войну со Швецией и с Горской Республикой и Турцией, потому что Республика Иран находится в четвертом интернационале. Ну и также Россия ведет войну против Монголии, Японии, в общем братство Евразии, которое тут сформировалось под Монголией. Ну и Колчак признал власть Унгерна, барона фун Унгерна и стал его вассалом, но при этом сохранил свою власть. Вот, но мы же, мы же в этой серии уже будем воевать с Антантой, еще раз совершать наш легендарный поход, еще раз высаживаться в Новоанголию, еще раз стараться побеждать Канаду. Но мы не будем ждать, когда победит, победят Объединенные Синдикаты Америки, мы сразу просто нападем, тем самым спасем Мексику еще и наконец раз и навсегда покончим с Антантой. В принципе войска для высоки у нас готовы. Эти потом, эти дивизии, кстати, можно будет потом бросить на подмогу нашим десантникам. Вот, ну что, желаю вам приятного просмотра, а мы их начинаем. Все, официально мы вступаем в войну Британского Союза против канадцев и Антанты 24 сентября 1942 года. Конечно, мы теряем политвласть с этого, но ничего страшного, начинаем нашу высадку, начинаем наш новый, нашу новую попытку высадиться. Так, пока у нас тут не получается, к сожалению, просход с на море взять, какие-то корабли появились, ну мы можем, в принципе, прислать сюда еще один флот. На всякий случай на помощь, потому что видим тут определенную проблему с высадкой. Но рано или поздно, я думаю, мы разберемся. И просход с на море мы получим. Но 26 октября 1942 года мы интегрируем в Олонию состав французского государства. Прекрасно. Теперь эти регионы станут считаться национальными для нас. Это просто великолепно. Ну, можем тут еще ленд-лист нам отправляют всякие товарищи, друзья. Так, шок, тут нету никакой морской базы для самолетов. Это, конечно, неприятно, мягко говоря. Так, тут нас что-то начинают бомбить Южную Францию каким-то образом. Понимаю, откуда они... А, ну они, да, они с Мальтем. Встраивают для нас атаки. О, наконец-то все. Мы смогли победить на море. Просто шикарно, наконец-то. Реализация его видения Европы. Правомерный французский образ жизни должен распространиться. Слава Франции должна быть возвращена на восток, север и юг. Так, прекрасно. Наши доблестные морпехи высаживаются на Бермуды во второй раз. И они с этим успешно справляются. Ну и мы начинаем готовить выездку дальше в Бостон. Безусловно. Так, флот. Можем, в принципе, убирать. Весь флот. Может он отдыхать, ехать. Отплывать дальше. А что он нам тут уже больше не нужен. Со своей задачей он пока справился. Можем только оставить вот этот флот по сопровождению. Конвоев. Вот из Франции, которые будут плыть. Пускай защищают наши конвойчики. Мы отправим снова генерала нашего. На войну. В Канаду. Чтоб сразу вот сюда на Бермуду тоже поставить. Британцы, конечно, они пока фигней занимаются. Будут сейчас готовить выездку в Бразильскую империю. В Гаяну. Вместо того, чтобы готовить выездку в Британию, например. Они понимают, что Британия для нас самое главное. Но, опять-таки, нам только Канаду надо уничтожить. И весь Альянс должен пасть. По идее. Страна пива и фриц. В Германии, как смертельным врагу Франции, нельзя позволить иметь свою автономию без французского сапога на спине. Нам необходимо найти решение германского вопроса. Так, ну и пока мы тут пытаемся сделать выездку. Хоть как-то. Пока, если честно, это не совсем у нас выходит. Но мы все пытаемся и пытаемся. Давайте еще попробуем кинуть сюда кораблей. Еще побольше, допустим. Вообще, конечно, капец какой-то. Опять начинается. Так вот было хорошо. У нас замирились они по скриптам. Теперь мы не можем нифига сделать. Опять эти танцы с бубнами начинаются. Во! Наконец-то. Хотя бы так. Спасибо на этом. Началась высадка. Отлично. Наши доблестные войска справились с пограничной республикой коммуны Йоминов. Забавно. Мы смогли сделать высадку в Бостон. И там мы неплохо закрепились. Ну и сейчас мы будем сюда перебрасывать. Оставшиеся войска, конечно же. Тоже продолжай тут все захватывать. Будем этим заниматься сейчас. Убираем вот эту фигню. Танки я сюда посылать не буду. Тут все-таки тяжелые. Они много жрать будут. Там снабжения еще нихрена не будет. Так что... Ладно, пока оставим все-таки корабли. На всякий случай. Потом я переделаю и просто будем уже использовать корабли, чтобы бомбить. Уничтожать флот Антанты. Все-таки ради этого будем в первую очередь этим заниматься. Ну уж мы не будем прям шизу-шизу делать наследие Карла Великого. То есть включать состав Германию. Но это будет просто некрасивая граница. Мне не нравится. Поэтому наследие Наполеона возьмем. Наполеон первый император французов. Решил создать для фрицов автономию Рейнскую конфедерацию. Нам будет достаточно обрывок государства, служащего помойкой для всех европейских немцев. Забавно. Так, ну и давайте сохранимся. Потому что мало ли что-то сломается сейчас. Нам Германию, допустим, еще сожрать придется. Не будет проблем. А тем временем Украина, видите, советская, социалистическая захватила Дон Кубань. Свергла Власова и посадила Буденова там. Очень интересно. Какой подспорье, так скажем. Ну, в общем, как-то так мы сделаем. Так вот Германия будет выглядеть. Оккупирована Германия будет. Просто. Ну, пускай. А, подожди. Не-не-не. Что-то мне не нравится. Смысль оккупирована. Инструмент политики. Подожди. Инструмент марионеток. Марионетка-то она должна быть. Пускай будет такая, в смысле. Оккупирована Германия будет. Значит, называться. Ну, а эти все территории будут, так скажем, нашими. Так скажем, нашими. Так, что-нибудь тут будет? Ну, ладно, посмотрим. Теперь давайте... Ну, с Австрией чуть позже. Сначала давайте марионетка себе наделаем тут. Великобритания странная страна, полная французского влияния. Она кажется довольно франкофобской, хотя говорит на родственном нам языке. Но необходимо решить вопрос с Лондоном. Давайте. Это сделаем. Переворот-то просто устроим. Вот и все. Так, ну и давайте обновим наши приказы наших солдат. Будем готовиться к войне с Германи... А, с Австрией. С Австрией потихоньку начнем готовиться. Ну, если, конечно, на Россию не нападет от нас страна, на наших союзников, то тогда точно пойдем на Австрию. Поэтому пока с выводами не спешим. Не торопимся. Просто готовимся. Мягко говоря. Ну и продвигаемся дальше мы в Новоангрии. Неплохо. Тут уже даже хабы не надо ставить. Все уже и так под нас подстроено, потому что мы в этих хабах уже моторизацию ставили. Черт, все поменялось. Все-таки напало. Донская Республика. Ну что ж, будем заступаться тогда. Тихоньку тогда будем менять стратегию сейчас. Нашу. Стратегию меняем тогда. Блин, опять дурацкая фигня. Так. Так, все это мы отменили. Угу. Ну, на Испанию тогда тоже пока мы меняем наш план действий. В принципе, можно и танки отправить. Шесть дивизий тоже нормально. Нигде не валяется. Все, мы вступили, да? А почему? Все, теперь вступили. Сейчас потихоньку мы всех сюда приведем. Ну и всю армаду тогда пускаем. Потом будем общий фронт делать. Все войска тогда отправляемся туда. И подписываем мир с Япон... Ну, то есть, пакт о ненападении с японцами, с монголами. Что ж поделать? Придется. Нам воевать с Россией. К сожалению. Так, ну давайте. Тут хабы сразу нормальные. Делаем. Значит, эта серия точно не будет финальной. Так, ну от Берлина давайте. Хабы нормальные будут идти. Вот, ну что ж поделать. Так, авиация. Тысяча самолетов наших доблестных. Могут отправляться сюда бомбить, летать. Париж против Москвы. Ну ладно, читать этого не буду. Потому что не так интересно. Ну а тут просто будем кораблями тар по порту совершать. Все, тут все морские бомберы прекрасны. Ну давайте тут тоже авиацию какую-нибудь скинем. Несколько 200, допустим, истребов. Так уж, штурмовичков. Стратегика, в принципе, можно закинуть. Чтобы бомбить вот здесь вот, допустим. Ну и сюда мы тоже подкинем тактические бомберы. В принципе, штурмовики можно кинуть. Ну и, допустим, вот так вот истребителей. Будем центральную Россию обстреливать. Так, здесь, значит, мы просто истребителей кидаем на подмогу. Все, вот так вот. Тут, в принципе, не знаю, ладно. Можно добавить еще морских бомберов. Пускай работают, занимаются делом. Ну и понеслась. Марусь за кефиром. Пошла война. Полезный идиот. Сэр Освальд Мостли, глава движения максималистов. И мы не побоимся сказать, довольно легко им манипулировать легко. Можем пообещать ему лидерство в Новой Британии. При этом он будет иметь свободу рук руководства. Конечно, мы этого не сделаем, но он в это поверит. Нам не нужно тратить своих людей на берегах Англии. Множество людей, в основном на загружении Мостли, увлечены нашим делом и готовы реализовать наше решение в Британии. Мы можем обратиться к Лондону с предложением о защите. Это событие свой человек в Лондоне. Ну, неплохо, неплохо. Ну и тут наступление на Восточном фронте тоже очень хорошо идет. Прям шикарно. Поэтому мы тут тоже эту войну, я думаю, выиграем. Ну и тут сейчас обратно пойдут дальневосточники. В атаку. Так что все хорошо, в принципе, будет. Так, кто там главный? В Антанте. В Антанте главное только канаты. Так что очень даже неплохо. Свой человек в Лондоне. У Сутмоса нашу роль качественного лидера Британского Союза. Это было бы смешным заявлением, однако мы готовы использовать его в своих интересах. У популярности национал-синдикалистских кругах делает только ключевые фигуры в Британском Союзе. Мы должны обратиться к нему с простым предложением. Он присягает нам на верность, а мы ставим его во главе Британии. Давайте посмотрим, что из этого выйдет, конечно. Ладно, тогда вот это пока мы не берем, потому что у нас война с Австрией. Ой, не с Австрией, а с товарищами русскими, поэтому пока мы это все не будем нажимать. Но проблема у нас, конечно, в России, если мягко говоря. Войск довольно у них много. А, ну тут, кстати, неплохо, можно будет где-то попытаться прорваться потом. Но я, если честно, не знаю. Сейчас будем уже потихоньку заканчивать, ладно, эту серию, не будем затягивать ее. Полезный идиот в действии. У вас есть возможность положительно отреагировать на нашу просьбу за сотрудничество. У нас маленький гетчанин действительно готов поднять под себя весь Британский Союз и позволить нам гнуть его. Их нам заблагорассудятся. Это поистине замечательное событие, позволит нам раздвинуть ноги, наблюдая, как Союз рушится от одного нашего послания. Замечательная новость. Что-то он не стал там другим, если честно. Вот таким и остался. Давайте тогда сделаем Британию марионеткой. Чтобы было более логично, так скажем. Сейчас инструменты политики. Тогда это наша будет марионетка просто. Вот и все. В таком случае. Ну, чтобы было логично и ПРП отыграно. Это какая-то фигня, если честно, получается. Давайте хотя бы попытаемся тут сравнять. Объединить фронт. Ну и вот тут вот хотя бы тоже соединиться как-нибудь. Попытаться. Вряд ли что-то удастся прям дельное сделать. Хотя, почему? Получилось. Немножко котел под Эстонией хотя бы. Вышел. Это уже неплохо. Который мы сейчас просто изничтожим. Уже это делаем тут. Ну, небольшая группировка попалась. Лев проглоченный петухом. В Лондоне наступил день. А вот. Из национал-синдикалийский. Один из мос-лифских. Один из наших стран Киевской Британии. К удивлению многих. Значит, у нас мос был действительно свергнут. Однако. Наши сомнения в нем имеют значение. Потому что он наш идиот. Стоящий в Британии. По крайней мере. Пока нам нужно начинать искать нового. Более подходящего лидера. Более пассивно, чем менее амбициозно. Потому что даже есть моск относительно глубок. Учек действия и амбиции. А кому это нужно? Если вы хотите умирать в страну такого человека. Ну, неважно. Он у нас и так вассал. Все-таки мы его сделали вассалом. Так что пофиг. Ну, все нормально. Все. Отлично. Мы добились своего. Давайте попробуем из Нарвы на Питер. Пойти. Посмотрим, насколько наши тяжелые танки смогут это реализовать. Но они потихоньку это реализовывают. Ну, мы все больше танков поставим на производство. Так, блин. А тут что-то какие-то проблемы. Будет закупать кубы. Все равно есть определенные проблемы у нас. С покупкой ресурсов. Есть. Но придется конвой терять. Такого варианта я не вижу. Ну, к Питеру прорыв действительно есть. Тут можно, кстати, часть танков отправить вот сюда, на юг. На Новгород вот так вот. И вот сюда еще. Так. И, значит, вот сюда мы плывем. Едем. Так вот, захватываем. И вот так вот. Просто котел попробовать сделать. Так. Ну, тут вряд ли, конечно, что-то удастся прям прикольное сделать. Но мы попробуем, по крайней мере. Все. Падение Петрограда. Замечательно. В принципе, это возможно реализовать. Сколько тут дивизий-то мы взяли в котел? Давай лугу попробуем, на троповец. И давай вот сюда попробуем. Все. Пытаемся тут сделать котел на несколько дивизий. Не, все-таки оказалось не очень хорошей идеей. Не очень хорошей идеей оказалось. Ладно, тогда пойдем вот на Хельсинки тут захватывать. Что ж поделать тогда? Ну, а тут фронт придется немножко увеличить. Ну, допустим, мы его увеличим вот таким вот образом. Давайте вот так вот сделаем. Петроград просто нам надо удержать. Обязательно, любой ценой. Чтоб его не вернули русские. Вот так вот. Ну, сейчас, в принципе, войска, я думаю, туда пробегут. Все нормально будет. Там же и наши союзники пробывают. Но мы пытаемся к Москве пробиваться. Уже. Ну, а Канаду мы продолжаем дальше давить. На этот раз мы прошли больше. Никакого скрипта тупого нету. Чтоб заканчивать эту войну. Ну, Финляндию мы прям мощно проносим. К Москве мы тоже выходим потихоньку. Давай к Москве попробуем пробиться. Всего не закончим на этом. Такой славной ноте. Сначала одну столицу взяли. Потом другую столицу. И так. Можно будет сказать, что мы уверенно движемся. Ну, Москву-то сложно будет взять. Но укрепленная. Вот так вот как-то пробиваться. Потому что сходу это не сделаешь. Не сделаешь, походу. Но мы попытаемся ее окружить. И это получается. Все, мы окружили Москву. Прекрасно. Взяли ее в котел. И это просто замечательно. Так. Танковые дивизии мы получили, значит. А, нет, все-таки мы тяжелые танки получили. Нормально. Тяжелые танки получили. Вот это я понимаю. Вот это уже неплохо. Так, давай тут троповец попытаемся взять. И тут можем взять, попытаться взять в котел вот эти дивизии. Все, Москва под нами. Не совсем под нами, но ладно. Потому что краситься-то не в наш цвет, к сожалению. Все, смотри, нормально, кстати. Давай танк тут, который нам сопротивляться начинает. Но он ничего не сделает нам. Все, соединились, все. В котел еще взяли под великими луками. Так, Россия на сколько она готова к капитуляции? Она готова на 53%. Капу. Это очень хорошо. Это очень замечательно. Давайте в Москве хаб построим. Приоритет моторизации, конечно. Темпере тоже давайте. Приоритет моторизации. В турку тоже. Вот здесь вот тоже. Но с падением Москвы у них все будет хуже. С падением Петербурга и Москвы. У них будут большие проблемы. Просто закрываем тут их котле. Уже. Ну все, тут они уже ничего не могут сделать. Все, королевство Финляндии капнуло. А, тут они горскую республику, смотри, захватить. Смотри-ка. Не все у них так плохо. Как мне хотелось бы. Ну ничего, ничего. Под великими луками уже котел был сделан. Хаба я не понимаю. Чего там хаба нет? Ну нету, хаба, ладно. Маленький город. Очевидно, в принципе, что там нету ничего. Саранск уже у нас. Пенза под нашим контролем. Саратов-Покровск. Тоже все очень хорошо. Мне нравится, как все идет. Все, котел под великими луками ликвидирован. Ну и они готовы на 59% капитуляции. Ладно, давайте на этом тогда закончим. Неплохо у нас все получилось. Неплохо и в Канаде все получается. Мы тоже там уверенно давим. Просто посмотрите, как все замечательно. Давай хаб тут только улучшим. Единственное, что... Блин, только вот тут британцы нифига не делают. Единственное, что меня напрягает. Британцы нифига не делают. Ой, арты не хватает. Ё-моё. Ладно, давай немножко-то уберем с танков. И вот это тоже сделаем. Что еще не хватает? Все остального хватает. Ну давай строить дальше военный завод тогда. Как раз уж такая нехватка. Но, короче, вследшая серия, я думаю, будет финальной. Мы уже закончим с Россией. И британ... А, о, британский союз вот где. Он в Турции делает высадку. Ну ладно, в Турции тоже неплохо. Молодец. Молодец, молодец. Вот. Ну потому что мы Канаду уже точно захватим в следующей серии. В России тоже победим. Ну и останется с Австрией повоевать. И с Испанией. С Испанией и Австрией. И можно будет заканчивать эту серию. Потому что я не собираюсь делать мировую революцию. Потому что это и в наших целях. Я не Бюкар. Марсель Бюкар, он именно только хотел восстановить величие Франции. Ну и максимум в Европе распространить свое влияние. Ну и на Британию тоже. Британский союз повлиять. И сделать там переворот. А мировую революцию делать нет смысла. Там в Америке. Хотя блин. Вот что-то Америка может сейчас. Объединенные синдикаты могут слиться. Победить Тихоокеанцы. К сожалению. Походу. Есть такая вероятность. Вот. Ну а как бы в Европе все будет нормально. В принципе Африку вылезать я не хочу. С японцами воевать я тоже не хочу. Ну смысла просто нет. Ну а на этом тогда все. Подписывайтесь на канал. Ставьте пальцы вверх. И знайте что самое интересное еще впереди. И интересное точно будет. Всем удачи и пока. Пока-пока. Продолжение следует.